итак друзья сегодня я покажу как я готовлю фаршированный перец этот рецепт я и сам придумал он давно существует хотя этих рецептов великое множество принцип приготовления один и тот же у всех все зависит от того какое вы возьмете мясо и какие специи вы будете применять при приготовлении фарша у меня два вида мяса свинина и говядина я их предварительно нарезал сделал из них фарш про то есть пропустил через мясорубку у меня получилось больше одного килограмма почти два килограмма фарша использовать я буду при приготовлении этого блюда всего один килограмм а что я сделаю со вторым оставшимся вернее второй оставшейся частью фарша я покажу в конце ролика вы увидите что если у вас остается немного фарша и для этого вы предварительно приготовили с небольшим избытком рис то из оставшейся части можно приготовить еще одно блюдо впрок так у меня первым делом ставится на плиту вариться рис рис надо сварить до полу готовности то есть варить его надо где-то около восьми десяти минут максимум почему я говорю до полу готовности и вообще надо ли варить рис заранее противном случае он будет разбухать в самом перце увеличивать его объем и фарш может немного выдавиться из перца поэтому рис не лучше предварительно промыть подержать немного в воде и отварить до полу готовности в это же время параллельно я готовлю для фарша лук мелко нарезанный и натертую морковь все это нужно потушить на небольшом огне в сковороде с растительным маслом какое масло кто предпочитает это уже у каждого свой вкус я в данном случае использовал оливковое масло пока готовится рис и морковь с луком тушится в сковороде нужно взять фарш один килограмм всыпать в него две чайные ложки соли и около ста 120 граммов приготовленного до полу готовности риса сюда же добавить потушенный лук и морковь всю эту смесь необходимо поперчить я использую смесь из пяти перцев перчить нужно на свой вкус собственно говоря это специя которая дает аромат желательно использовать свежемолотый перец потому что из молотого перца купленного пакетиках уже успевает выдохнуться весь запах то есть аромат остается только вкус перца то время пока я буду начинять перцы фаршем я готовлю соус соус у меня включает 400 миллилитров томатного соуса и 400 граммов сметаны все это я смешиваю с одним стаканом горячей кипяченой воды и тушу в сковороде до закипания и пару-тройку минут соус должен прокипеть еще я хочу тут добавить вернее даже я сказал по порекомендовать этот соус можно добавить немного оттертой моркови он будет гуще и вкуснее кроме того я в соус добавил еще вот так как значит там присутствует два компонента это кислое и немного подсоленная часть это томатный соус и еще одна кислая часть это сметана для того чтобы соблюсти некий баланс кисло-сладкого соуса я добавил туда еще две чайные ложки сахара я выливаю соус уже в кастрюлю куда были уложены предварительно фаршированные перцы и наливаю еще туда один стакан горячей кипяченой воды накрываю крышкой ставлю на огонь и вариться перцы должны около 40 минут после 40 минут они готовы можно подавать к столу приправить их сметаной либо сметана чесночным соусом который я показывал как готовить в одном из своих роликов а вот теперь посмотрите что я делаю из оставшейся части фарша я его смешал точно также с оставшейся частью доведенного до полу готовности риса посолил поперчил насыпал в чашку вернее тарелку муки делаю шарики вот я тут догадался что в руки надо мочить что фарш не прилипал в этот фарш и еще кстати говоря добавил одно куриное яйцо для чего для того чтобы шарики крепились и не разваливались я их обваливаю в муке и складываю пока на кухонную доску после того как я приготовил эти шарики собственно говоря эти шарики это будущее тефтели но так как одно блюдо у меня уже готова тефтели сегодня готовить не буду я их просто-напросто укладываю в морозильную камеру и храню там до момента когда они мне понадобятся